Благое дело – социальный добровольческий проект, не имеющий аналогов в нашем регионе. Все работы его участники проводят на безвозмездной основе. Он объединяет команду специалистов, керамистов, художников и дизайнеров, которые занимаются разработкой программ для развития творческих способностей людей с ограниченными возможностями. В 2018 году, который объявлен годом добровольчества, Благое дело отмечает 10-летний юбилей. Об уникальном проекте и о том, чего не хватает добровольческому движению в России, мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Геннадий Викторович Антропов, директор автономной некоммерческой организации «Благое дело». Здравствуйте, Геннадий Викторович. Поздравляю вас с 10-летием Благое дело. Ну, тем не менее, 2018 год, он для вас все-таки юбилейный. Давайте, наверное, для начала поговорим об уникальности проекта «Благое дело». Ну, если говорить просто об уникальности, то я думаю, что как проект, который добился каких-то результатов, начиная от простых мастер-классов до выпуска изделий, то есть у нас изначально не было ничего не оборудования, ничего вообще. Вот. И в то состояние, в котором мы находимся сейчас, это касается открытия представительства в той же Москве, да, я не думаю, что здесь много примеров на Дальнем Востоке. Просто, ну, как бы, ну, не вижу, по крайней мере, может, хотя проектов много, конечно, хороших. Вот. Ну, тут задача, дело в том, что просто зачастую у нас как все упирается? Надо сделать проект, надо сделать, ну, это, нужны деньги. Никто не думает о том потенциале, который он может привлечь. Просто у каждых людей, у каждого человека есть свой потенциал. Мне повезло в том, что мне удалось привлечь людей с определенным потенциалом. Объединить это и это, я думаю, считаю, успешный проект от пресса у людей. Это умение взаимодействовать с людьми. Я знаю, что вы сделали заказ в этом, уже, наверное, в 2017 году, да, для компании Apple. Ну, это был такой небольшой заказ. Ну, мы не только, мы на десятилетие виллаж делали значки. Вот. Но Apple, конечно, было неожиданно. Мне еще тогда, мы когда с ним разговаривали, я говорю, слушай, проще достучаться до Apple, чем достучаться до наших социальных предпринимателей, говорю. Ну, да, есть такое дело. Им в какой-то момент понадобилась статуэтка кубок в виде закатного рукава. И мы делали, да, все от модели, форм, полный весь цикл делали сами. Ну, конечно, по их критериям они сказали, что им нужно, и, ну, им очень понравилось, сдали буквально. А что именно делали? Это, как бы, символ такого менеджера трудяги, закатный рукав. Рукав рубахи закатный, там надо было, чтобы все складочки были, все там. То есть это что-то вроде сувенирной продукции было? Это как, типа, ну, как кубки вручают, вот это, вот такое было. Вот, нам обещали скинуть вот эту вот церемонию вообще, не знаю, скинуть, выставлю. Это было вот в конце 2017 года, получается? Да, мы сдавали, на самом деле заказ, сам заказ мы передали уже 5 января. Вот. И, ну, конечно, приятно. Это, я считаю, достижение, тем более, я хочу повториться, что вы работаете на абсолютно безвозмездной основе, это уникальное добровольческое движение. Как вообще удалось пройти такой путь? Ну, добровольческое, а то, по сути, своя безвозмездная. Вот сейчас есть попытки, там, сделать закон, но, я считаю, есть попытки испортить это дело. Вот. Ну. Насколько тяжело было начинать? Вот начинать, кстати, было легко. Легче, чем сейчас? Легче. Первые 5 лет это вообще было сказком. Первым была команда, так, как бы. Когда я начал еще с незрячими заниматься, один я понимал, что, как бы, там, народу довольно-таки много сначала было. Это отражение потом появилось, там, было, 6 человек, там, было, и все. Те люди, которые действительно начали выдавать результат. А изначально ты один все делал. Когда ты один, я прихожу к сыну, он у меня тогда фудористом чаще учился, я ему, Даня, нужно помочь, надо заняться делом. Ты как? Он говорит, у меня есть выбор, я говорю, нет, все нормально. А там уже, как в песне, придут друзья-друзей. То есть художники же тогда, вот, те студенты, эти студенты, разница большая. И вот у них был интерес, у них была возможность заниматься с керамикой. Я сам специалист по декоративной керамике. Вот. И как бы вот тут совпали интересы. И вообще вот первая команда, первый состав вот этих у нас, добровольческий, был просто удивительный. Ну, мы на одном дыхании, мы, у нас была подготовка, мы сейчас не производим столько продукции, сколько делали тогда. Просто это подготовка в первом биеннале, там, в девятом году, когда японцы приезжали. Это подготовка, там, к биеннале, когда делали сказку странств, и все. Это же вообще работа, мы не работали на износ, мы работали в удовольствие было. И было вот такое состояние, что да, нас сейчас увидят, потому что все пошло. Первое, у нас через полгода был филантроп, у нас через полгода был первый грант «Единой России», потом японцы, причем приехала, нас пригласили, участвовали совместно на биеннале с Айкабо. Айкабо, 30-летняя история про реабилитацию инвалидов в Японии. Потом приглашение в Японию, посмотреть, как это, это вообще было, ну, просто что-то, ну, как бы, в голове не укладывалось как-то. Вот мы начали сразу, и так сразу все складывается. Казалось, что сейчас, вот через 10 лет, там вообще будут свои мастерские громадные, ну, тут первые 5 лет было на одном дыхании, вообще на одном дыхании. А сегодня кто-то из этой команды, из первого состава работает с вами, или все разъехались, разошлись? Ну, как бы, вот, ребята все занимаются, у нас же фактически так и работаем в формате добровольческого проекта. Да, в Москве арендовали мастерские, как бы, и 5 человек там в Москве, они работают своими, занимают своими делами, помогают двигать проект там. То есть мастерскими занимались все. Идея такая, что эти мастерские, мы вот сейчас год посмотрели, как это будет все происходить, мы просто выживались в Москву, присматривались к ней. И сейчас с учетом ошибок будем переделать, и фактически эти мастерские передадутся нам полностью. То есть, в принципе, мы сегодня можем говорить о том, что филиал «Благого дела» есть уже в Москве. Мы можем, мы работаем совместно с мастерской социальной инклюзией «Сундук». Мы в этом году, очень мне понравилась работа, я когда был в Москве, с фондом «Лучшие друзья», это Денис Роза руководит, но мы уже давно сотрудничаем, мы делаем вот второй кинофестиваль, я как кинобезбарьер здесь провели, организатором фестиваля изначально, это была «Перспектива». Я думаю, у нас второй фестиваль уже прошел в таком, если прошлый год мы делали в Владивостоке, в этом году мы захватили Артем, сейчас уже есть, как бы, такие пожелания провести в Уссурийске, в Находке, в районах, я думаю, мы будем его расширять. И вообще уникальный кинофестиваль. Чем вы думаете, что там воспитание, надо смотреть вот такое кино, потому что там жизнь. А там все проблемы хорошо показаны. Ну вот, кстати, вот меня радует то, что молодежь очень хорошо, мы выбираем, конечно, показывать, потому что здесь фильм очень тяжелый. Вот. И молодежь довольно-таки хорошо принимает эти вещи. Геннадий Викторович, вы уже упомянули несколько ярких моментов из жизни в организации «Благое дело». Я бы хотела чуть подробнее на одном, о котором вы говорили, остановиться. Это «Сказка странствий». Был такой у вас проект, и тогда вы выиграли поездку в Нью-Йорк. Но не смогли туда поехать, я не знаю, наверное, по нескольким причинам, но одна из основных была в том, что не смогли собрать просто средств на поездку. Да там не то, чтобы это было как бы вот именно из-за «Сказки странствий» мы поехали, но это из той же серии, что на первом биенале нас заметили японцы, они просто сказали, мы бы хотели, чтобы это увидели в Токио. Тут тоже знакомство с японцами, оно как бы привлекло внимание к нам извне, за пределами России, сыграло свою роль. И именно японцы сказали, посмотрите, что люди делают, давайте вот так вот. Потому что они давно пробивались туда, на выставку, это очень престижно. И мы получили приглашение, начали готовиться, потому что получить приглашение одно, надо еще иметь рекомендацию, организация аккредитованная там, вне зависимости от того, что тебя пригласили. Это была целая история, потому что мы начали обзваивать эти аккредитованные фонды в Москве. Такое ощущение, что там вот никому не надо. Я потом, мне москвичи говорят, да ладно, там сидят люди в нормальных зарплатах и не парятся. И нам помог Александр Рогистов, это руководитель РАРИО, Российского агентства развития информационного общества, наш старый партнер, мы сделали с ним проект в свое время, Тимурский информационный общество. И он помог, он вышел на МИД и как бы закрутил. Вот что у нас хорошо работает, наш МИД. Это просто вот из того, что я сталкивался, это вот с тех пор, как вышли на МИД, все закрутилось. Процесс пошел. Да, то есть народ позвонил, возникло. Ну, в общем, суть в чем, рекомендацию мы получили от Виталия Ивановича Чуркина, первого паспреда России в ООН. Ни у кого такой рекомендации, я думаю, в Приморском крае нет. Ну, естественно, у нас такое, думаю, ну вообще, с такой рекомендацией мы сейчас вообще везде. Везде, да? Мы не собрали вообще ни копейки на этот, на Нью-Йорк, вот. И как бы вот эта тенденция, она сохраняется до сих пор. Это вот мы хотели ехать на Инвэкспо, мы получили официальное приглашение, то есть нас весной на мероприятиях Лиги здоровья нации заметили, мы там выставлялись в Москве, наши ребята уже. И нас пригласили туда, говорят, ну, хорошие вещи делать, все. И, в принципе, мы с МИД выставлены 200 тысяч, это было ни о чем. Мы собрали 50 тысяч, но деньги зарезервировались и ушли сейчас в подготовку этих выставок. Мне все говорят, ну, вы же понимаете, кризис, я говорю, ребят, не надо. Просто когда нас приглашали в ООН, город просто утопал в отысковских деньгах. А я, керамист, знаю, как росли микрорайоны за городом, и какие были заказы. Вот, и денег тоже не было. И, собственно говоря, ну, тут как бы такая двойная позиция. Во-первых, я твердо считаю, что мне никто не должен, все зависит от людей. Ну, нет и нет. Просто сейчас есть понимание, что если ты хочешь ехать куда-то на выставку, надо работать так, чтобы иметь возможность туда ездить. Вот. Потенциал у нас большой, я думаю, у нас все будет нормально. Я тоже в этом уверена. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Геннадий Викторович, если подвести итог первой части нашего разговора, то можно прийти к такому выводу. Вами интересуются за границей, я имею в виду организации «Благое дело». Интересуются на очень высоком уровне в нашей стране. Интересуются крупнейшие компании мира, такие как Apple, и вы с ними уже работали. А получается, что здесь невозможно даже порой собрать необходимую для поездки на очередную выставку сумму. Это вот одна из проблем, с которой вы сталкиваетесь. И мне хочется в год 2018, который объявлен годом добровольческого движения в России, поговорить с вами и о том, какие еще проблемы эти движения, это движение с какими проблемами сегодня еще сталкивается, помимо того, что мы сейчас озвучили. И почему вы считаете, по вашему мнению, у нас в крае, в городе не находится того отклика, который бы хотелось иметь? Ну, сложный вопрос. Я вообще этого не понимаю где-то местами. Я вообще не понимаю иногда логики движения какого-то. Нам нельзя сказать, что у нас там не складывается отношение с чиновниками, с властями. То есть мы прекрасно работаем с департаментом внутренней политики, с Немех, кино, фестиваль, кино без барьеров делали. Ну, как бы там работают. Вообще, если брать администрации, профильные отделы, что в городе, что в крае отдел по исполнению программ, что в городе департамент внутренней политики, они работают прекрасно. И тут, наверное, суть в том, что они знают суть проблемы, они знают то, чем мы занимаемся, они нас наслеживают и все. Вопрос в другом. Вопрос в том, что нас, например, полностью не видят молодежные политики, я вообще не понимаю, как она выстраивается. Я когда смотрю на то, что сейчас творится, у нас добровольцы сейчас пытаются совместить с волонтерством, это разные вещи. У нас пытаются, вот я смотрю за этим, то, что там обсуждают законы о добровольстве, я понимаю, что его хотят убить окончательно. То есть убить в людях желание добровольное. Добровольство, оно добровольное. То есть человек, это искреннее желание человека помочь кому-то. Его не загонишь ни в какие рамки. Да, вот сегодня у тебя есть возможность помочь, ты помог, мы по такому принципу и работаем. Нет возможности, ну ее нет просто. Зачем убивать вот это искреннее естественное желание? Если брать молодежь, например, молодежную политику, так там уже все как бы подведено, вот именно под это волонтерство. Нет, я не вижу таких вот постоянных глубоких молодежных проектов. Я на ВЭФе был, и там вскользко так это прозвучило. Вот у нас реализовано 300 молодежных проектов. Я думаю, боже мой, может быть мероприятий. Но проекты это более глобальные вещи. Это разные вещи несколько, конечно. Вот. А у нас, хотя мы делали прекрасные вещи и с управлением молодежи города Владивостока, край как-то мимо нас смотрит. Я так понимаю, что люди просто не знают, что с этой категорией молодежи делать. Инфолит, там тоже есть молодежь. И я так понимаю, люди просто не знают, что с ними делать. Их же в событийные мероприятия больно-то не воткнешь. Вот. От незнания нет желания. Собственно, никто не интересует. Все говорят про добровольчество. К нам никто не обращался. 10 лет ты занимаешься тем самым добровольчеством, Никто не приходил и говорит, ребята, ну а как у вас, с чем вы сталкивались? Расскажите, как все устроено. Никто, тишина. Люди строят добровольчество. У нас поэтому и делается, что у нас люди, которые этим как бы знают, там чуть-чуть там понаслышке, и они пытаются что-то изобретать в велосипеде. Я в сети, у меня просто подписчики, ну, в удовольнике. Читаю, как вот мы тут обсуждаем добровольчество. Боже мой, что обсуждать-то? Ну, основные принципы добровольчества в интернете скачать, там все прописано. Вот иду. Коротко и ясно. Нет, изобретают что-то. Пытаются. Я не знаю, что изобретают. Велосипед. Вот. И у нас был такой момент, думаю, ну, надо выходить из этого проекта. Все-таки да, надо. Вьянное время, да, надо зарабатывать деньги, там, все. А потом я понимаю, его надо оставить, потому что он должен существовать противовес всему. Сейчас вот гранты на добровольчество как бы выигрывают. Вообще не понимаю. Я вообще не понимаю, что такое грантное добровольчество. Ну, добровольчество, ты должен суметь как бы собрать людей и как бы их организовать, организовать, чтобы они занимались этим. А он, да я примерно даже, вот я не сомневаюсь, что соберу школьников, что-нибудь там организуют, попляшут перед ним, сделают какую-то программу. Ну, вот такие мероприятия должны прийти, проведут, дадут красивые грамоты и забудут. То есть, если мы с городом делали школу социального добровольчества, да, у нас были ребята с ВГУЕС, ну, естественно, колледж, были православные ребята, было ДВФУ, с ребятами группа небольшая, так мы проводили для них занятия, и они тут же это занятие закрепляли где-то в детских домах, мы из Агорода выезжали, на Демьяново-бедного 6, где дети проходят реабилитацию без онкологии, ну, много чего делали. И они сразу закрепляли эти навыки на реальных занятиях. На практике, можно сказать. Да, вот это школа, без воды, без всего, научился, реализовался. А когда идут разговоры там, где что написать, еще самое интересное убивает, там работать-то не учат руками, ничего делать, но зато учат, как надо объяснить спонсору, что наш проект, он самый уникальный, дайте нам денег, вот я не знаю, что платят, попрошают, платят. У нас не готовят людей, которые способны работать, скажем, в таких вот на полях, в дешевых условиях. И вы как раз сейчас, благое дело, хотите готовить эти кадры, да, этих специалистов, ну, специалистов, наверное, я не знаю, можно ли так выразиться. Ну, не, на самом деле специалистов, потому что это те люди, которые смогут грамотно действовать, да, работать с людьми с ограниченными возможностями. Ведь есть еще одна проблема, многие не идут, потому что не знают, как с ними работать. И это такая немаловажная часть, мне кажется. Просто у нас, у нас отсеются люди, в основном творческие, которые, у нас есть возможность реализоваться, у нас есть свои печеньки в проекте для людей творческих, есть много чему научиться, много чего попробовать в реале, то есть у нас свои возможности есть. И мы сейчас вышли за рамки, вот, мы начинали как чисто молодежный проект, но мы сейчас вышли за это за рамки, потому что у меня есть определенный, опять же, добровольцы, костяк взрослых добровольцев, которые, ну, которые надежны, потому что студенты, то там, то сессия, то еще что-то, ну, чисто, потому что, ну, нельзя, учеба это важно, ее нельзя запускать, там, путь это добровольцев, ее нельзя запускать, учеба это важно. И работать надо постоянно. Поэтому есть костяк взрослых людей и добровольцев. В чем сложность-то? Они отучились и ушли. Тут вложил силы, они ушли. Ну, слава богу, что это им в жизни когда-то пригодится. А вам нужны постоянные? Ну, естественно, смотришь, потому что нужны люди, которым это интересно. Нужны люди, которые в какой-то степени горят, а не просто пришел, поковырялся, ушел. И я так понимаю, также нужны и те, кто действительно профессионально занимается искусством. Это важно, потому что, так как у нас творческий проект, и для того, чтобы получать хороший результат, а у нас результаты хорошие, нужно, чтобы обучали специалистов. У нас нет много времени, чтобы объяснять, потому что такое понятие, как композиция и все прочее. Базовые знания желательно, хотя у нас много людей, которые без всякого художественного образования просто руки растут откуда надо. Ну, смотрим по ситуации. Ну, в основном, вот сейчас мы просто, ну, как бы внутренние такие школы проводим, потому что даже вот то, что вот город, ну, тогда выиграли 160, по-моему, тысяч, это на самом деле небольшие деньги, и приходится вкладываться сильно. И самое большое, такой минус этого все, люди уходят, они остаются. Да, они получили какие-то навыки. Кстати, вот в МГУЭС очень хорошая работа с молодежью, надо отметить, просто там молодцы. У нас остается немного времени, и мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о ближайших планах, и как раз 25 марта уже будет ровно 10 лет вам исполняется. Может быть, планируете какие-то мероприятия, куда можно пригласить жителей города и края? Ну, мы изначально хотели сделать выставку именно вот день в день, там, к десятилетию, а потом просто подумали, у нас возможностей больше, и вот сейчас мы разговариваем с департаментом культуры Приморского края по площадке проведения. Хотелось, чтобы это был не только хороший зал под выставку, потому что то, что мы проводим выставки в центре, все равно не те возможности, потому что просто места мало. Вот. Но хотелось, чтобы еще было пространство уличное, потому что хотелось бы сделать немножко анатомии творчества, то есть пожечь раку, керамику, вживую, чтобы люди видели. Показать действительно, как здорово и насколько нелегко это делать. Конечно, вот, анатомии творчества, ты тоже, ну, у нас много уникальных проектов, уникальный проект был, потому что там делалось вообще, ну, кто у нас, ну, просто назовем, кто-нибудь делал копии бахайских амулетов, которые вылиты из латуни, причем это было в реконструкции средневекового Уорна и наручных мехах, ну, никто не делал, а мы делали. Опять же, из-за чего это происходит? Потому что у нас ребята, которые в проекте, они получают профильное образование, вот, этой технологии. Мне кажется, еще самое главное, что вы дарите возможность делать что-то прекрасное людям с ограниченными возможностями. То есть они становятся неограниченными, правда? Звезды есть, да. Конечно. А это надо показывать, потому что, вот, с чем сталкиваешься, вот, ты на, там, медиа-саммит, какие-то мероприятия приходят, выставки делаешь, тебе говорят, ой, как жаль, что это в рамках выставок. Ну, у нас второй год выставочный центр. Все эти люди, многие люди, которые говорят, как жаль, они так и не появились, мы же многих приглашали. Хотя именно для чиновников, которые занимаются профильными вопросами, это такое место, где можно посмотреть, чему можно добиться. Вот мне понравилось, перед Новым годом заходил Павел Юрьевич Серебряков к нам. Вот, с ним, кстати, легко очень общаться, то есть, не надо больших согласований. То есть я его как встретил, говорю, Павел Юрьевич, когда зайдем? Ну, говорит, ну, давай согласуем, да зайду. И вот мы пришли когда туда, у него, естественно, когда человек вживую, вот, чиновник видит вот эти вещи, у него возникает вопрос, он задает тебе, ты отвечаешь. Ты говоришь о своих проблемах, можно, где-то ты их не видишь, вот, как в этом случае, в последнем разговоре, не пробовали вот так-то. У него тоже опыт хороший, он же из бизнеса тоже, у него и бизнес свой был, все, причем, ведь, губернатором-то стал. Вот, и, ну, я скажу, у нас очень такой полезной, полуполезная встреча получилась, я думаю, что мы обратимся к нему в рамках подготовки, вот, к выставке. Ну, хочется сделать так праздник для людей, чтобы десятилетия заполнились, не просто как десятилетия нас, а чтобы сделать праздник людям, потому что, это же, у нас же сейчас, как бы, возможности, если раньше было только прикладу и керамика, то сейчас есть детская театральная студия, просто, сейчас театр молодежи занимается этим самостоятельно, и это нормально, потому что, ну, вот, было такое, что в прошлом году был грант, был замечательный спектакль, мы это делали совместно с фондом Монастырева, театром молодежи, и благое дело, соответственно, но мы это сделали, вот, дали людям такую возможность, дальше они должны развиваться сами, потому что я этому театру скажу, потому что везде должны работать специалисты, так же, как они мне не скажут, что сделать прикладному, это Андрей Владимирович Нартов, вот, сейчас мы делаем театральное пространство, просто, как бы, подтягиваются люди, они просто по духу близкие, я просто знаю, сколько он вкладывает в это дело, там критиков всегда много, что там не так делается, что-то там надо сделать по-другому, то попробуй сделай, потому что... Вот, это самое главное. Даже ты, когда готовишься и прописываешь это все, на самом деле появляется много вопросов, которые, ну, к которым ты был не готов, так же у нас было с Москвой, это хорошо, мы год сделали такой пристрелочный, там столько вылезло всего, вот, вот, именно таких вещей, которые надо переосмысливать и начинать делать по-новому. Геннадий Викторович, спасибо вам за то, что вы делаете, и действительно, вы живой пример того, что без какой-либо финансовой помощи можно взять и на добровольческой основе создать уникальный проект, действительно уникальный, мы гордимся, что благое дело есть именно во Владивостоке, именно в Приморье, я хочу вас еще раз поздравить и поблагодарить, от лица, наверное, не побоюсь этого слова, жителей города и края, от лица восьмого канала, и, наверное, последний вопрос, я надеюсь, что он даст какую-то реакцию положительную, особенно в ваш юбилейный год, куда и как обратиться, чтобы присоединиться к организации «Благое дело», что для этого нужно сделать? – Ну, в плане проектов-то у нас никогда проблем не было, в плане людей, да, можно выйти, как бы, у нас, мы же в свободном своем доступе, статус-69Д, мы постоянно там не сидим, опять же, проекты добровольческие, наши люди работают, на жизнь-то мы зарабатываем себе отдельно, вот, но можно всегда позвонить, 274-5307, если интерес есть, можно посотрудничать, я бы не сказал, что мы уж совсем там без, в нашей жизни всегда присутствовали хорошие люди, так, Виктор Гребнев, это подготовка к Японии, когда у нас была, вот, уже в последний момент, мы вроде как и деньги уже нашли, все сами нашли, причем заработали, а ему просто занесли диск, ну, с информацией, тогда информации было мало, и он сам позвонил, вообще, первый, единственный случай мой был, случай моей истории был, что он сам позвонил, говорит, да, я посмотрел, он говорит, я могу, и благодаря именно ему у нас появились первые печи, экструдеры, все прочее, Владимир Сайбель, которого сейчас уже нет, то есть, помимо того, что скидки на, там, на билеты были, когда мы в Японию летели, нам же изделия доставили туда бесплатно, и потом он нам, там вообще, там были кошмарные, просто скидки на билеты, когда нам надо было на госгрант в Москву, первый госгрант в Москве был, мы вручали призы, делали это, вот, тоже он же организовывал, и, к сожалению, как бы мне не удалось с ним увидеться, вот, лично, человек просто, он многим сделал, многим помогал, вот. Я хочу пожелать вам, чтобы в юбилейный для благого дела год у вас было как можно больше таких хороших людей, и, конечно, желаю вам подкрепления такого хорошего молодого поколения, чтобы они вам помогали, и не уезжали, оставались с вами, и развивали это добровольческое движение. Спасибо вам большое. Ну, насчет людей нам везет, я хочу вас тоже поздравить с Новым годом, подарить вам маленький стюнирчик от нас, такую собачку. Спасибо вам огромное, это же символ года. Да. Ну, новогодняя работа, ручная работа. Потрясающе. Очень красивая. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли к нам. Вам спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить» в студии работы Ланы Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова